На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Зачем Бог вообще насадил в раю древо добра и зла, если людям нельзя было вкушать от него? Что? Здесь принципиальный момент в наименовании этого древа. Заметим, это не просто древо добра и зла, это древо познания добра и зла. С точки зрения ряда толкователей, это древо ничем принципиально не отличалось ни от какого другого древа, посаженного в раю. То есть, предложив человеку Эдем, Бог сказал о том, что от всякого ты можешь вкусить, и на каком-то из них, совершенно в каком-то плане случайном, он заострил внимание, сказав, что вот от этого не вкушай. Суть этой заповеди в послушании и воздержании, скажем так, да, в наработке вот этого простого, но радикально значимого навыка следования воли Божьей. Я могу все, кроме. И вот этим кроме становится данное древо. Более того, библейский смысл термина познания в том, что мы нечто, как правило, познаем принципиально не интеллектуально, а скорее опытно. Ну, когда, например, говорится о том, что Адам познал жену свою Еву. Это не связано с интеллектуальным принятием. Здесь говорится о супружеском общении, что он получил опыт Евы. В данном случае древо познания добра и зла может быть расценено нами, как древо опыта добра и зла. И, соответственно, оно посажено ровно к тому, чтобы, имея эту заповедь, человек мог познавать добро, исполняя заповедь. Он делает, потому что не вкушает. То есть уже один отказ сам по себе, то есть вот это следование воли Божьей, есть опытное познание добра при исполнении заповеди. Соответственно, мы видим, что, к сожалению, наши прародители и зло познали на опыте. То есть через вкушение получили опыт зла. Но в этом плане, еще раз повторюсь, что древо присутствует в раю к тому, чтобы в соблюдении заповеди они бы изначально в благодати и в полноте получали опыт добра. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok